Я не в курсе был по поводу некого телефонного разговора Иосифа Пригожина, но после того, как вы задали этот вопрос, безусловно, поинтересовался. Времени на прослушивание разговора нет, поэтому я попросил сделать мне краткое, грубо говоря, резюме, и поэтому меня немножко погрузили в тематику. Я отвечу так. Возможно, что те люди, которые проводили эту спецоперацию и которые выложили этот разговор, могли думать о том, что разговариваю я. Тем более, если ты не владеешь, например, русским языком, то здесь можно очень легко перепутать. Вот. Что касается, почему попали на Иосифа Пригожина и как в следующий раз не попасться в эту ловушку. Иосиф Пригожина отличается от меня очень существенно. Ну, во-первых, он Иосиф, во-вторых, он человек достаточно дерзкий, агрессивный и вспыльчивый по своей натуре. В шоу-бизнесе так принято. А я человек очень спокойный, вдумчивый и не агрессивный. Поэтому в будущем, если вы слышите яркую, экспансивную речь, это я в том числе до наших зарубежных, так сказать, товарищей говорю, если вы слышите яркую, вспыльчивую речь, это сто процентов похоже на Иосифа Пригожина. Если мягкий человек, спокойный голос, то это я, Евгений Пригожин. Но вот, допустим, не интересует, вы отдаёте себе отчет, когда вы публикуете, допустим, фотографию, где вы там в лондонском ресторане с Ходорковским, его любимой певицей Валерией, Иосифом Пригожиным, что вы абсолютно оскорбляете своих слушателей, потому что им хочется ведь думать, что существуют как бы какие-то непремерные группировки, то есть существует Эхо Москвы с таким, с условным Макаревичем и там БГТРК с условным Кобзоном. И мысли о том, что Кобзон с Макаревичем где-то вместе выпивают и проводят время, и вообще являются единомышленниками, и одним и тем же богам, для них оскорбительно, для ваших слушателей. Ну, это они оскорбляются, не я же. Ну, вы отдаёте себе отчет, что в провокативном посыле вот этих ваших... Конечно, никакого не было про кого-то. Слушайте, я со своим сыном был в Лондоне. Михаил Борисович, договорился встретиться с Михаилом Борисовичем Ходорковским, с его дочерью. Не с Пригожиным, с Ходорковским. В одном ресторане оказались Пригожины с сыном тоже. И мы с детей начали сначала, ну пусть дети одного возраста общаться, они начали... И потом сделали фотографию на память. Слушайте, если думать о том, что кого-то какая-то фотография оскорбляет, это факт их биографии, но никак не моей. Это пусть об этом думает политический деятель Ходорковский, да, или там доверенное лицо Путина Иосиф Пригожин. И надо сказать, что кто-то другой повели себя адекватно после того, как разразился скандал. А я-то что об этом должен думать, да мало ни с кем я встречаюсь, да вот фотография с Медведевым и с Путиным, да, и где-то фотография с Навальным, ну и что, а вон с Шираком, ну и что, но я так живу, а вон с Горбачевым, ну вот я так живу, но я так живу, это правда, и люди знают, что это правда, вот я встретился, я читался перед слушателями, и меня совершенно не волнует, что их оскорбляет, вот правда, абсолютно не волнует. Субтитры создавал DimaTorzok